Добрый день, мои любимые зрители! Я рада приветствовать вас на своем канале. Начинаем трудовую деятельность. Хватит отдыхать. Одно видео посмотрели, но я там не работала. Просто Ильгиз поговорил, своим языком поработала, я постояла, посидела рядом. Сегодня чего-нибудь мы вкусненько приготовим. Ведя свой канал, я вижу, что больше всего вы любите смотреть что-нибудь вкусненькое, сладенькое, я имею в виду. Десерты какие-то, выпечка, вот именно этого не хватает при диабете. А про мясо, рыбу и овощи, там что-то готовлю, можно на втором канале посмотреть, там я все равно буду показывать. Ну и какие-то интересные блюда, конечно, и на этом канале. Короче, заходите и туда, и туда. Смотрите, и там, и там. Меня везде показывают. Меня везде много. Сегодня я к вам с томатным соком. У меня на канале есть печенье с томатного сока. Сейчас мы сделаем типа тортика. Мне просто он нужен, поэтому я с него и начну. Мне сегодня к вечеру нужен томатный тортик. Это попросила моя знакомая испечь. Я буду печь для вас и угощу ее. Она очень хочет научиться, говорит. Один или два раза пробовала, у меня не получилось. Она сегодня вечером ко мне придет. Я ее угощу этим тортиком. Хотя сама не знаю, получится или нет. Многие знают, что помидоры, огурец – это наше все. При диабете почитайте про помидор. Очень много хорошего пишут про него. У меня есть до диабета, почему-то помидоры не очень ел. Сейчас он ест очень-очень хорошо. Мы почти постоянно. Летом вообще очень часто. А зимой так раз в неделю, два раза в неделю покупаем помидоры. И он и ест с салатом. Он просто подсаливает и сметану, чайную ложку. Немножко. Бывает, с растительным маслом сделает. Он очень любит помидоры. Видимо, сам организм просит эти помидоры. И томатный сок у нас есть практически всегда. Знаете, томатный сок в виде томатной пасты. Две столовых ложки на стакан воды разводишь. Водой немножко посаливаешь его. Сок он и дешевле, и вкуснее, и более полезный, можно сказать. Этот сок я купила с мякотью, из пачки. Обычно, который без сахара, но здесь есть немножко соли. Все. Давайте начнем готовить. Итак, давайте начнем. Всю раскладку по граммам я отдам под видео. И если не забуду, в прикрепленном комментарии. Надо не забывать, потому что под видео люди ничего не видят. А в комментарии, а комментарии читают все. Сок. Чистая чашка. Сок. Чайная ложка соды. Размешиваем. И она у нас здесь гасится. Сок все же имеет кислую среду, поэтому больше ни в чем гасить не нужно. Сюда же 30 миллилитров растительного масла. И сахарозаменитель. Принесла чайную ложку. Буду мерить чайной ложкой. Люди говорят, что не знают, не хотят они пробовать. Удивляюсь, конечно, я удивляюсь этому. Фит-парад номер 10. Спрашивают про номер 7. Его тоже можно. Можно ретритол, если кто что найдет, то пожалуйста. Можно стевию чистую. Но чистая стевия невкусная. Вот так. Половину чайной ложечки. Опускаю. Но я попробую. Потом, если буду добавлять, скажу. Вот так. Сода работает. Вот она. Пузырится даже. Нет, по вкусу достаточно. Я попробовала. Не надо больше ничего. Мука у меня. Пшеничная, цельнозерновая, обойная. Пудов. Очень мне понравилась эта мука. До этого я пользовалась у вилка. Рязаночкой. Французская штучка. Пудов я однажды брала. Я даже не запомнила. А сейчас купила 4 килограмма муки. Буду прямо вот... Один раз испекла дома. Попробовала. Самый сложный элемент. Все получилось. Поэтому будем применять. Я взвесила, сколько у меня здесь муки. И потом подпишу, сколько у меня сюда уйдет. В этот раз я муку буду просеивать. Меня что-то тут напугали жучки-паучки. Я в одном пакете посмотрю. Но тут она даже не слежаная. Она такая рыхлая, пушистая. Жучки-паучки. Это уже, я не знаю, как хранить нужно. Просеем. Но она просеивается очень плохо. Я не знаю, как просеивают люди. Вы посмотрите, как она просеивается. Она забивается вся в эту сито. Только что через крупное можно. Вот через такое. Но через такое муку не сеют вообще-то. Если уже сеет, то через сито. Через это просеется. Это уже не сито. Вот через это проходит. Вот через это, через крупное просеялось. Но это не просейка. Туда все просеялось. Вот через мучное сито, вот это мелкое, тут не просеять. А это так просто. Жучков, если жучок здесь останется, он может мелкий, так и проскочит. Вот так заместилось тесто. Я дождала ему минут 15 полежать. И сейчас мы, так, на сколько частей-то разрезать. Ну, 4, наверное, части. Так, сейчас посмотрю, сколько, какие круги будут. Да, 4 части достаточно. Так, и раскатываем тонкие пласты. Тесто у нас не густое, не совсем прямо такое, твердое-твердое. Нет, оно мягкое. Поэтому раскатывается только с мукой. Стараемся не порвать. Так, берем противень, застилаем бумагой и переносим наш пластик, наш лист, наш корж будущий. Вот сюда. Вот так тесто должно и руками хорошо браться, и не прилипать. Вот такой должен быть. И в духовку. У меня она разогрета 180 градусов на 10 минут. Все, и катаем следующие пласты. Первый корж испекся, знаете, по наитию, по наитию. С белой-то муки видно, что он поджаривается, а здесь-то красное. Вот он сдулся немножко. И вот так только. Вот следующие ждут своей партии. Второй уже там. Вот такие у нас коржики получились. Вот. Они не сильно твердые, вот они даже ломки такие. Ну и такие вот как бы мягкие. Мягкие. Не сухие. Тоже не 10 минут, 7 минут. Подпишу, что 7 минут надо печь. За 10 минут они вообще превратятся в сухарики. Сейчас будем придумывать крем. Я, наверное, заварю немножко заварного крема на молоке. И у меня есть творожный сыр. Вместе смешаю, чтобы пожиже было. Потому что пропитка у надо такую хорошую, чтобы все пропиталось. Для заварного крема возьмем 150 миллилитров молока. Половина столовой ложки цельнозерновой муки для загустения. И сахара замените, или этот же наш. Только чуть-чуть. Вот так на кончике ложки достаточно. Все размешаем и поставим на огонь для загустения. Вот такой заварился крем. Специально делаю жиденький такой. От количества муки зависит густота крема. Сейчас я остужу. И потом смешаю уже с сыром. Немножечко приостыл. Решила я добавить сюда сметанки. Пусть будет с кислиночкой немного. И вот такой творожный сыр у меня. Вот написано творожный сыр. Он очень для кремов хорош. Но у меня он очень густой. Можно блендером взбить. Можно размешать. Я так постепенно размешаю. Итак, крем у нас готов. Очень такой хороший. Но сейчас мы подготовим коржи. Коржи я хочу обравнять края. И потом это превратить в крошку. Взяла вот, нашла подходящий размер. И сейчас обрежу. Это у нас крошка мягкая. Я сейчас на сковороде немножко подсушу. Вот такие у нас будут коржи. Итак, все приготовили для сборки. Обрезали. Краешки высушили. Измельчили. Сделали крошку. Так, крем. Все. И собираем тортик. Собираем тортик. Взвесила. Все-все-все взвесила. В это тесто крем очень хорошо пропитывает. Ну, да, надо много крема класть. Ну, я немного сделала. Но желательно побольше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ничем украшать не стала. Он, знаете, он вдруг неожиданно стал похож на рыжик. На рыжик. Вот такой. Так, я его на подставке и поставлю в холодильник. Пусть пропитывается. Он потом затвердеет уже. Пропитается весь. Переложен на тарелочку. И обязательно с вами попробуем. Для вас пройдет секунда, а для меня несколько часов. Итак, прошло очень много времени. Вчерашних полдня и ночь. Уже второй день утром. Вот этот тортик будем мы с вами разрезать. Смотреть, что у вас получилось. К вечеру мне уже не захотелось пробовать его смотреть. Думаю, пусть ночь стоит, а утром мы позавтракаем. Так, сейчас мы его будем перекладывать на вот эту тарелку. Вот когда он пропитается, настоится он уже. Не такой мягкий. Он уже держит форму. И давайте разрежем. Вернее, кусочек отрежем. Вот такой красавец у нас получился. Красавец. Сейчас будем пробовать. Итак, ну давайте пробовать. Знаете, коржи были мягкие, а вот так на вид смотришь, они такие вот рыхлые. Рыхлые. И все же это остался крем. Часто вот так делаешь, и крем весь впитывается. Ну тут, видимо, я нормально положила. Хорошо. Достаточно. Ну внешне мне нравится. Внешне нравится. Знаете, как магазинский торт. Вообще, я свою цельнозерновую муку очень хорошо чувствую. Обалденно вкусно. Вот. Вот сейчас почувствовала. Но второй жемок почувствовала. Цельнозерновую. Сок не чувствую томатный. Мне кажется, он и не должен здесь чувствоваться. Очень вкусно. Здесь у меня чай. Не зря я вчера ходил кругами вокруг этого тортика. Я говорю, чувствую, что он должен быть вкусный. Я все говорю, что ты ходишь? Я говорю, может, совсем невкусный. Я говорю, чувствую, что он должен быть вкусный. Ребята, я позавтракала. Это у меня десерт тоже на завтрак. Очень вкусный. Не оторваться. Единственное, тут крем надо делать пожиже. Чтобы коржи все хорошо пропитались. И сюда не идет творожный сыр. Нет. Я просто использую. Но здесь нужна своя сладость. Здесь нужна сгущенка. С маслом со сметаной. Сами коржи вообще вкуснятина. Вообще очень-очень вкусно. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Правда. Я вот доедаю прямо при вас. Это я святою. А если бы я была голодная? Так, мой вердикт. Творожный сыр сюда не идет. Не берите никакие маскарбоны. Там рикотты нет. Сделайте заварной крем, как я заваривала. Молоко, сахарозаменитель. Муки немножко. Туда добавьте сметаны, сливочного масла. Все это перемешайте. Вот это пойдет туда. Сыр нет. Сыр не вяжется. Нет. Знаете, может быть он навязался бы. Если бы не знал, что здесь находится. Что применено. Но я-то чувствую этот сыр. И на вид этот торт должен быть с другим кремом. Правда. А вот сами коржи это просто не дать не взять. Я напишу обязательно прямо раскладку. Я взвесила сам тортик весь. У меня, кстати, получился 600 грамм. Хоть малюсенький, но 600 грамм. Я думала, грамм на 400 буду делать. Нет, он получился. Вот даже из малого, малюсенького количества всего получился вот такой тяжеленький тортик. Вот. Я подпишу все под видео. Если вспомню и в комментариях прикрепленном, высчитаю, сколько калорий, сколько хе. Все-все записала, все посчитала, все взвесила. И целиком торт тоже взвесила. В этот раз ничего не забыла. Я обычно бывает забываю взвесить его потом уже готово. Или какой-то из начинок взвесить забываю. Тут прямо постаралась. У меня времени много сейчас. Я прям постаралась, постаралась все высчитать. Чтобы уже знать, сколько съесть. Замечательный торт. Спасибо, что были со мной, посмотрели, послушали меня. Пеките, делайте, наслаждайтесь. Будь всем добра и здоровья. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok